Дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, сегодня мы подводим итоги по вот этому вот замечательному ножу ВК-9 от компании Working Knife. Нож предоставлен самой компанией Working Knife, все ссылочки находятся под видео. Это у нас проект по кругу, поэтому на вашем экране сейчас баннер со ссылочками на каналы участников проекта. Переходите, смотрите их видео об этом ноже и о других ножах, которые были у нас в проекте. Давайте для начала по ножнам поговорим. Вот такие вот ножны из Кайдекса, собраны они на винтах, что в принципе я думаю плюс, так как можно разобрать, прочистить, если не сильно загрязняться. Далее у нас тут есть вот такое вот отверстие для слива воды, нож в ножнах сидит, ну хорошо сидит, крепко, ну чуть болтается, но знаете при ношении это совершенно. Как-то не слышится, не чувствуется. Тут у нас аж вот под этот вот люверс сделано углубление, которыми он в ножнах держится, поэтому защелкивается все надежно, друзья. Давайте сразу все взвешиваем сейчас. Нож в ножнах, нож отдельно от ножен, отдельно ножны взвешиваем. Так, ну давайте. Ножны у нас весят 87 грамм, сам нож весит 207 грамм, соответственно вместе с ножнами 295 грамм. Ну что ж, нормальный вес в принципе для вот такого вот ножа. Так, ну что еще по ножнам, тут у нас вот такая вот клипса, держится она вот тут вот на двух винтах, знаете как-то она тут видите не за под лицо сидит в принципе. Ну да ладно, это все ерунда. В общем-то изначально как-то у меня, знаете, такое какое-то отторжение было, не понравилась мне клипса, тут она очень широкая, я думал как-то она на ремне будет болтаться. В общем-то плюс она толком не переставляется. Ну в принципе наверное возможно как-то что-то придумать, ну я даже не стал пробовать, я думаю другие участники нам подробно расскажут. Кстати, следующий участник Шипастик, которому нож поедет, сразу скажу, вот он и будет нам об этом рассказывать, обо всем, о способах ношения, он очень любит рассказывать. Ну в принципе друзья, я у этого ножа два способа ношения выявил в общем-то, ну сам наиболее удобный, ну как выявил, не выявил. В принципе, ну обычное ношение клинком вниз, вот так вот на поясе, или даже клинком вверх. Я носил этот нож клинком вверх, когда ездил на дачу для тестов, носил его в городе, в общем-то, ну и в принципе без проблем друзья, клипсу даже не пришлось приставлять, так как видите вот тут вот она как бы запирается, ремень вставили, все он уже никуда не денется, и вряд ли он в принципе вылезет, и никуда он в принципе и не делся. То, что расстояние широкое, да, тоже на самом деле это какой-то существенной проблемой не стало друзья, совершенно. В общем-то, конечно, я думаю сюда какой-то этаклок можно поставить, но зачем друзья, такой большой способ как-то горизонтально носить как-то еще на ремне, ну это неудобно будет. Вот как бы как раз самое то, такая вот клипса, в общем-то, для такого большого ножа, я думаю, что-то лучше нам уже не надо, в общем-то друзья. Так, ну ладно, по ножнам поговорили, хорошие ножны, мне понравилось, все понравилось, ребят. Что-то лучше за такую цену смысла, я думаю, делать особого нету. Так, далее, вот такой вот у нас ножик, толщина по обуху у нас 3,2, я намерил, длина клинка режущей кромки конкретно 135 миллиметров. Ну, в принципе, вы знаете, ребят, вот этот вот нож, хороший нож на самом деле, по качеству вообще никаких вопросов, друзья, просто нету их. Настолько все качественно, аккуратно, блин, даже придраться не к чему, друзья, понимаете, все как сделано хорошо у этого ножа. Но, друзья, но, я как-то не вижу его применения у себя, и давайте вот его рассмотрим сейчас. Ну, вы видите, тут у нас спуски такие, в принципе, слабо вогнутые, но достаточно тоненькие, вот тут вот уже нож такой достаточно прям тоненький у нас получается. Давайте где-то, интересно, даже посредине клинка померем, ну вот. Ну, и, в принципе, тут уже сведен, получается, нож 1,5 у него, толщина вот в этом месте уже. Вот такой очень нежный он, знаете, вот выглядит он прямо как такой тесак, мачете такой, нож, которым можно рубить, лагерник суровый. Но, на самом деле, это резак. В принципе, он замечательно работает на кухне, друзья, я вот им работал в последнее время, тест я не стал записывать. Думаю, другие ребята запишут, для меня как бы это не особо интересно кухню записывать. Ну, и, в принципе, действительно хорошо нож работает по кухне, никаких вопросов, друзья, с этим нету. Высокие спуски вогнутые, тоненькое сведение. Ну, резак замечательный, друзья, просто обалденный. Единственный минус при работе по кухне, ну вот, видите, тут уже пошел у нас питинг. Сталь Х12МФ кованая, хорошая сталь, хорошо термичная, думаю, никаких проблем УВК с этой сталью нету. Но, друзья, уже, в принципе, на кухне при работе в каких-то агрессивных средах, ну, будет она со временем покрываться питингом, ржаветь. Ну, не сказать, что это слишком прямо так существенно, тут обработочка у нас такая полировка, поэтому, в принципе, не так сильно она будет ржаветь, как, например, стон вошь, сатин какой-то. Ну, все же, друзья, немного неудобно. Ну, и вы знаете, на кухне, ну, он работает, по сути, как пчака, ребята, вот, те же самые ощущения у меня были от пчака. В принципе, я бы с удовольствием взял такой нож на кухню себе, единственное, что, в принципе, клинок я на 2-3 сантиметра бы сделал подлиннее. Ну, и обух где-то 2,8 бы ему сделал, чтобы такой чисто кухонный такой айзак получился. В общем-то, где еще, ребят, в походе, в поход, ребят, этот нож, ну, я особого смысла в нем не вижу. В принципе, если уж айзак брать, то проще взять легкий Мора-2000 айзачок. Ну, не надо вот только сейчас сыпать дизлайками. А хотя, если хотите, сыпьте. Ну, такого-то я консерватор, друзья, люблю я вот этот Мора-2000. Удобная она, реально. В принципе, взять лучше Мора-2000, плюс Мора-2000 будет лучше строгать дерево за счет скандинавских спусков. А тут вот при строгании дерева, вот где-то раз вы строгаете, чуть на излом, но уже есть вероятность, что тут сломается. Тут прям все тонко, так очень аккуратно сделано. Рубить им, в принципе, тоже, ребят, ну, страшно им реально рубить. В принципе, идут и сведения тонкие, и спуски высокие. Ну, и для рубки, он просто, будете вырубить, ну, современем, раз там, вы рубанете, нож там, чуть закусит, застрянет, в раз, и все, ребят. Кусок резушей кромки выпал. Очень аккуратно это, как бы, рубка им, ну, нет, ребят, это не рубанок. Это все-таки айзак, ну, вот такой вот большой, крупный, в общем-то. Ну, для природы, ну, и в качестве лагерника, опять же, рубить он не приспособлен. Строгает дерево, он хуже, чем ножи другой известной фирмы. Ну, по продуктам, конечно, он здорово поработает. Ну, и в принципе, друзья, в походе он лишним бы, конечно, такой нож не был, но особого смысла я в нем не вижу. Как разделочный, друзья, для охотника. Ну, тоже, ребят, знаете, тут, как бы, дело-то в том, что у нас, я думаю, не совсем удобен, удобен будет он из-за ширины клинка. Вот нож, крючок, третий от Алиса Тауста, я думаю, вот он, как бы, такой разделочник охотничий. Ну, это все-таки такой шеф-нож на кухню, по сути. Или, ну, кухонный нож, ребят, кухонный. Ну, что еще? Где-то в хозбыт там какие-то, где-то его как-то использовать. Да можно, конечно, ребят, он все сделает, этот нож, по большому счету. Но, я бы другой нож выбрал, если честно. Но, то, что я сейчас говорю, вовсе не значит, ребят, что нож как-то плохо сделан. Интересно, ребят, отпишитесь в комментариях, где вот видите вы использование вот такого ножа с очень удобной рукояткой. Кстати, об этом еще поговорим. С вогнутыми спусками высокими, с тоненьким очень сведением, с обухом 3.2. В принципе, нож, кстати, не является холодным, потому что у него обух и лезвие сходятся под углом более 70 градусов. Тем не менее, друзья, при этом при работе на укол нож неплохо колет, я вам скажу. Знаете, если вы захочете где-то даже, не дай бог, придется вам самооборониться таким ножом. Это не самый плохой вариант, потому что меньше вероятность нанести какой-то поражающий колющий удар. Ну, зато при этом противника остановить можно все-таки. Не настолько великана проникающая способность, в общем-то. Ну, да ладно, это все уже лерика. Не будем говорить об этом. Тут у нас, кстати, такая вот дулька крупная. Это плюс, ребят, это удобно. Мне нравится. Тут у нас небольшой такой логотипчик. Так, ну и что еще, ребят, что еще? Рукоять, да. Блин, ну, вот это такая удобная очень рукоять. Наверное, одна из самых удобных, удобных рукоятей, которая мне вообще попадалась на ножах. Три люверса. Темлячное отверстие, широкое, двойной паракорд, 550 и сюда без проблем уйдет. Опа! Ребят, косяк увидел. Небольшой, но все же. Вот, видите, в темлячном отверстии там немного некачественно обработано. Это, конечно, совершенно не проблема. Ну да ладно, хоть один небольшой недостаток я нашел. Ну, несущественно совершенно. Ладно, рукоять у нас G10 на трех люверсах собрана. Все качественно, все аккуратно. Никаких щелей нет. Удачи для SuperStorm. Никаких щелей тут нет. Все аккуратно, качественно сделано. Блин, приятно. Очень, очень, ребят, удобная рукоять. Для любого хвата, для вот такого вот, в принципе. Для обратного. Палец на навершие, а не на навершие. Таким вот кухонным хватом, кстати, очень удобно он сидит. Таким вот фехтовальным. Милое дело, ребят. Отличная рукоять, замечательная. Обработано все аккуратно, качественно. Чуть насечку я бы такую побольше на ней сделал. Чуть-чуть поагрессивнее, совсем немного. Но все же, друзья, ну, отлично, отлично рукоять сделана. Ну, и вот знаете, хорошие впечатления от ножа у меня остались. Вот есть у меня, например, ребят, вот такая вот штука. Кстати, раз уж заговорили. Но стоит вот эта штука 3200. Вот эта 4200. Я думаю, друзья, если бы я до этого раньше познакомиться с ножами Working Knife, я бы лучше добавил 1000 и взял бы отличный нож, замечательный, рабочий. Но не этот, а другую модель, возможно, какую-то. Чем брать тот же кизляр с какими-то косяками, недоработками? Как бы вот он, отличный нож, ребят. Замечательные ножники. Все в порядке у них с ножными, с ножом самим. Знаете, кстати, вот на ножнах не хватает отверстий. Ну, и я думаю, насверлить их не проблема. Чтобы можно было клипсу, например, снять и как-то с помощью паракорда нож крепить. Мне вот лично не хватает. Но я думаю, что при желании сделать их можно. В принципе-то и не проблема, в общем-то. Ну что ж, ребят, хороший нож. Но какого-то применения у себя я им не вижу. В принципе, если бы мне этот нож подарили, я бы использовал его, наверное, все-таки в качестве кухонного ножа. Ну, как-то на шашлыки его с собой взять. Вот он такой очень деликатный язычок все равно. Возьмете вы его на шашлыки? Я уже говорил об этом. Какой-нибудь ваш друг там выпьет, захочет, опа, нифига тебе ссак какой, пойду-ка порублю дрова им. Начнет рубить, заломит, лезвие выкрашит. Или, не дай бог, метнет в землю или в дерево. Ну, короче, на шашлыки такой нож лучше не брать. Что еще? На природе, ну, тоже я уже сказал, что как лагерник он не покатит, а язаки есть все-таки более удобаваемые на природе. Ну, как EDC нож, в принципе, EDC рязак можно носить, я думаю. Ладно, шутка. Шутка, друзья. В общем, нож пятерка. За качество, за сборку, за обработку. Идея ножа мне немного непонятна, но думаю, нож найдет своих почитателей, своих покупателей, любителей. В общем-то, твердая пятерка, друзья. Все классно. Ладно, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И, кстати, если хотите, на мой канал подпишитесь. До свидания.